Доброе утро! С вами программа «В этот день» на канале ЗАП-ТВ. Согласитесь, что сегодня огромную долю информации мы с вами получаем из интернета. И знаменитая фраза из фильма «Москва слезам не верит» про одно сплошное телевидение. Давно потеряла свою актуальность. А когда-то таким же, как интернет, мощным источником информации и даже общения было радио. Этому и к тому, что сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя. 99 лет назад в этот день был образован Международный радиолюбительский союз. В свое время увлечение радио было повальным. Люди сами собирали детекторные приемники и передатчики, получали свои позывные и общались с такими же любителями по всему миру. Чем не про образ современных соцсетей? Общаясь в эфире, радиолюбители рассказывали своим новым друзьям про города, в которых они живут. Всегда ведь интересно знать, что необычного и привлекательного есть там, где ты еще не был. В честь этого интереса и тяги к новым впечатлениям сегодня отмечается Международный день памятников и выдающихся мест. Он был учрежден в 1981 году и посвящается достопримечательностям, которые есть в любом месте нашей планеты. Несомненно, к достопримечательностям относится и цирк, который есть в каждом более-менее крупном городе. А про цирк мы вспомнили потому, что сегодня отмечается Международный день жонглеров. Кто из нас не любовался и не восхищался невероятной ловкости артистов этого жанра? Это одно из древнейших искусств человечества. Изображения жонглеров есть на древнеегипетских настенных рисунках, датирующихся второй тысячи лет до нашей эры. А впервые номер с подбрасыванием в воздух предметов для демонстрации ловкости вошел в программу выступлений в этот день в 1768 году. И произошло это в английском цирке Филиппа Асли. Ловкостью жонглеров обладают и профессиональные футболисты. Они способны удерживать мяч в воздухе с помощью ног и головы очень долгое время. Кстати, о футболе. В этот день, в 1922 году в Москве, был создан футбольный клуб с невыразительной аббревиатурой МКС, что означало «Московский клуб спорта». А имя римского гладиатора было взято как название клуба в 1935 году. К сегодняшнему дню «Спартак» является 22-кратным чемпионом СССР и России. Также он выходил в полуфиналы Кубка Европейских чемпионов и Кубка УЕФА. Ну и еще об одной исторической дате. На сей раз круглой. В этот день, сто лет назад в СССР, открылось регулярное автобусное сообщение. Произошло это в Москве, а первый маршрут связал Пресненскую заставу с Серебряным бором. Такой вот у нас сегодня выдался день. Ждем вас завтра утром на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова